Бессмертное творчество, которое спустя столетия вдохновляет современных авторов. Литературные чтения, посвященные великому писателю, поэту и ученому Ивану Франко, прошли в библиотеке, названной его именем. О жизненном пути писателя больше знает Андрей Цганко. Франковские чтения начались с возложения цветов к памятнику великого писателя на Александровском проспекте. Они проводятся ежегодно и в этот раз приурочены к празднованию Дня Независимости Украины. От монумента литературоведы поспешили в библиотеку имени Ивана Франко. Методисты библиотеки рассказали гостям о многогранном таланте Ивана Франко и о его визитах в Одессу. Также презентовали и свой новый проект под названием «Франковедение». Мы общались с библиотеками по Украине, которые носят имя Ивана Франко. Это и библиотека в Киеве, и в Харькове, и в Ивана Франковске, и в Краматорске. Многие библиотеки нам отвечали, тоже рассказывали о своих мероприятиях, как они чествуют Ивана Франко. Кроме этого мы выяснили такие интересные факты, что по Украине наша библиотека, одна из самых первых, получила это имя еще в 1926 году. Перу писателя принадлежат более 50 томов сочинений, пьес и научных трудов. Они и дают пищу для размышлений современным авторам и актерам. Заслуженный артист Украины Игорь Геращенко презентовал сборники поэзии под названием «Франкивская сбижа». В нее вошли стихотворения «Обращение к Ивану Франко». Также актер постарался построить диалог с украинским классиком. Игорь Геращенко выбрал ряд идей Ивана Франко, которые высказываются героями его пьес, и отвечал на них в стихотворной форуме. Многих персонажей ему доводилось играть на сцене. Выступление затянулось почти на час. А завершилось мероприятие автограф-сессии от автора. Андрей Цыганко, Валентин Мироза, 7 канал.